Давайте подумаем очень простую вещь. Когда клиенты покупают? Все очень просто, если не усложнять. Клиенты покупают, когда увидят вас, то есть нам надо где-то проявляться. Второе, когда им понравится продукт, ну что логично, они такие, да, кажется, мне это подходит. И третье, там, ему условия подходят. Где человек увидит? Он увидит, если мы текстом что-то пишем, если мы видео снимаем, если у нас нетворкинг. Три простые итерации. Согласны? Какая правильная? Все, любая, любая, выбирайте любую, вообще без разницы. Нравится текст писать? Вот мне нравится писать текст. Ведем, пишем текст, телеграм-канал, там будут люди, которые будут читать. Нам будет достаточно, людей очень много, ну нереально много. Нравится снимать видео? Снимаем видео, абсолютно нормальная схема. Нравится нетворкинг? Пожалуйста, ходим по конференциям. И когда я работал, общался с людьми, которые у меня тоже учатся, или с которыми я взаимодействую, у них тоже все это работает. Я прям вижу, как работает. Кто-то берет любой способ, и он работает. Тринетворкинг, и видео, и текст. Выбираем себе любимый способ, просто можно прописать, и на нем делаем акцент. И все. Второе. Понравился продукт. Что значит понравился продукт? Давайте здесь поговорим, особенно для премиума сегмента, это важно. Это стиль, это объект, это подход. Что такое стиль? Стиль это не просто вот как картинка выглядит. Стиль это наша философия. Что мы закладываем в ту картинку, которую мы даем. И самое главное тут описание. Описание, почему мы это делаем. Почему нам нравится именно это. Когда мы создаем систему работы в премиум сегменте, всегда первым делом я спрашиваю, чем ты отличаешься. Приходит девушка, как правило, опыт, ну или там мужчина, опыт большой, но говорит, я все делаю там для всех. Но на самом деле нет. Они все разные. То есть они думают, что у них все одинаково, но для меня они все разные, потому что у каждого свое. У одной получается персональный подход, у другой говорит, нет системы, я буду вот только по системе. Третий говорит, я буду диктовать условия, ко мне приходят, потому что я знаю как надо. Но для них это все одинаково, потому что они видят другие вещи. А я вижу, я указываю каждому, как это правильно для них именно. Вы тоже можете сделать такое упражнение, я вам сейчас дам полезное упражнение. Именно это потому, что первым делом приводят клиентов. Смотрите, возьмите свои картинки дома, которые вы делаете, в самые любимые проекты. 10 картинок достаточно взять. И начните описывать, что именно, просто на видео можно сделать съемку, запись экрана. И начните рассказывать, как будто незнакомый человек, рассказывайте, какие вещи, элементы вы применили здесь и почему. И сделайте таких 10 записей. Потом можете даже сами не заниматься этим, а отдайте кому-нибудь расшифровать. И попросите найти закономерности просто помощницу. Что там было одинаково, что повторяете снова, снова и снова. И таким образом вы сами увидите, что вы делаете интуитивно. Потому что баг дизайнера, то, что он чувствует как-то и делает, рисует. А правильный способ научиться это сформулировать правильно и показать клиенту, как он это видит. И когда клиент это читает, он говорит, о, классно, я именно так мыслил. Потому что клиент покупает не только картинку, он покупает философию в основном. И он присоединяется к этой философии, и тогда он приходит. Второй – это объект. Выбирайте те объекты, с которыми хотите работать. Хотите с домами, то есть покажете картинки с домами. Хотите с квартирами – квартиры, рестораны – рестораны, ну и так далее. И подход. Это последняя часть, но она тоже важная. Что такое подход? Это то, как мы взаимодействуем с клиентом. Кто-то хочет взаимодействовать с клиентом чисто по бюрократии. Не трогайте меня, у меня 30 минут на встречу, прислите мне, я все посмотрю внимательно и вам отвечу. Кто-то, наоборот, лично хочет. Кто-то вообще хочет обучиться в процессе. У нас такие случаи тоже были, что у меня была девушка, блогер, и у нее были подписчики, и мы продали ей дизайн интерьера, премиум-сегменту, чтобы она сама строила дом по ее рекомендациям. Она за это заплатила еще. Поэтому так тоже можно. Можно включать разные подходы, потому что клиенты хотят тоже разные. Выбирайте, как вы хотите, тоже это будет работать. В итоге у нас получается такая матрица и комбинация. И последнее, это условие. Что значит условие? У премиум-сегмента всегда есть деньги. Абсолютно всегда. Поэтому наша задача просто прийти к нам на встречу и показать, что мы те, о ком я мечтал. Встречаться лично, это ключевая задача. Поэтому люди, которые работают с премиумом, они всегда продают не через телефон, ни в коем случае, а продают встречу. Только встречу, и не через переписки. Через переписки, либо через телефон мы продаем встречу. Всегда. Чтобы человек нас почувствовал. Как мы это объясняем? Очень просто. Что я с удовольствием сделаю ваш проект, мне очень он нравится, вы мне нравитесь, все классно. Но работаю я не со всеми. Работаю по определенным обстоятельствам. То есть я вас тоже выбираю. И предложение еще может быть такое, что мы сделаем им что-то полезное, классное, что они хотят. Как узнать? Тоже по телефону можно это узнать. Тут уже переговоры мы немножко пошли. Но в целом это рабочая схема, когда мы договариваемся с клиентом, чтобы продать ему встречу. Вторая тема – это бизнес, цена-качество. Это когда человек бизнес-класса. Там, конечно, важна цена-качество. Тут, я думаю, что многие из вас сами знают, что делать. Это стандартная тема. И эконом обычно заплатит x2. С эконом я рекомендую не работать. Зачем работать с эконом? Столько же сил и времени, если можно просто применить их на бизнес и премиум. И вот методику, которую я быстренько накидал, которую я применяю для того, чтобы премиум сегменты взять. Определить объекты – это самое первое. С чем вы работаете? Уберите из портфолио все ненужное, все старое, все новое, поставьте. Если у вас новых проектов нет, ничего страшного. Можно взять просто те элементы или те объекты или те картинки, которые вас возглавляют. И вот помните то упражнение, которое возьмите 10 своих проектов? Часто возникает вопрос, а как мне сделать так, что если хочу премиум, а у меня нет еще премиум проектов? Возьмите чужие. Их не надо показывать на своем сайте. Просто сделайте описание, что вам нравится. И вы так сформулируете собственный стиль, а сформулировав, можете сделать себе либо визуализацию, либо просто подборку. Можете не присваивать эти проекты. Люди очень необычно мыслят, очень нелогично мыслят. У меня всю жизнь покупали по визуализациям. Почему? Не знаю, никто не спросил ни разу, ты точно это делал? Ну да, какие-то я делал, какие-то не делал. Но это не важно было людям. Они смотрели и говорили, да, окей, нам нравится. Я всегда удивлялся, почему. И еще один момент, может быть у вас такое было. Приходит человек с журналом чужим и говорит, сделай мне, пожалуйста, как автор тут дел в журнале. Я думаю, блин, а почему он не обращается к автору? Он же только что сделал. Я один раз набрался смелости и задал вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, Руслан был такой классный. Я говорю, Руслан, скажите, пожалуйста, почему вы не обратились к каменитному дизайнеру, ну, чей-то интерьер, почему со мной работаешь? И он сказал очень простую интересную фразу мне о том, что, там, Стас, он говорит, смотри, я к нему пришел, во-первых, меня посадили куда-то в коридорчик, там, на стульчике, и дали какого-то студента, типа он будет с ним работать. Я такой посмотрел, мне не понравилось. А ты говоришь, парень вроде нормальный, да, у тебя опыта поменьше. Я это понимаю, я разумный человек. Но мне с тобой прикольно, интересно, я вижу, что ты энтузиазм говоришь, я хочу тебя заказать. И тогда я понял, что, ну, то есть, нас выберут в любом случае, если мы транслируем то, что мы транслируем. Он видел энтузиазм, он видел мои работы, он понимал, что опыта у меня недостаточно, но ему не нужен был огромный опыт. Не всем людям нужен огромный опыт. Он сказал следующее, у меня, говорит, строители есть, они опытные, нарисуй красиво, как ты умеешь. Мы очень часто являемся заложниками ситуации, когда, или мыслей, чужих мыслей, которые нам навязывают. Чтобы получить премиум клиента, обязательно печать в журнале. Чтобы получить премиум клиента, нужно там обязательно соответствовать. Нужно 20 лет опыта, нужно сделать сколько-то проектов. Это неправда. Вообще нет такого. Нет такого, как нужно. Есть то, что ты веришь, и что ты делаешь. И вот если делать по технологии, все работает. У меня это срабатывало много раз именно на своем опыте, на опыте своих учеников это все срабатывало. Даже новичков. У меня новички, которые просто спозиционировали себя правильно, сделали один интерьер, брали уже сразу предоплату на полторы тысячи метров дом, 15 тысяч. Заказчица платила девушке предоплату, чтобы она подготовила людей, чтобы у них были возможности сделать это в следующем месяце. Почему? Потому что им понравилось все. Им все было классно, и она готова была действовать. Вот, поэтому не слушайте никого, кроме меня. Да, у меня нет задачи вам что-то продать, да, поэтому меня можно просто послушать и попробовать понять. Если что-то непонятно, я еще могу прокомментировать, поэтому пишите мне смело. Так, дальше. Моральная подготовка, убрать страхи. Вот это очень сильно всех ограничивает. Прям вот, вот прям большая проблема. Убирайте. Не скажу, как сейчас, прям быстро, но в целом это обязательно нужно сделать. Уверенность в себе нужно приобрести, либо в общении с коллегами, либо в общении с психологом, как получится. Соответствовать и влиять. Право влиять – это ключевое в продажах. То есть многие говорят, там, я стесняюсь, я боюсь, я переживаю. Почему мы переживаем? Все мы люди. Неважно, сколько человек денег на счету. Просто человек. И почему мы себя принижаем? Мы эксперты. Если мы эксперты, мы знаем, что мы делаем, то он к нам обращается именно поэтому. Створить стиль, свои правила, авторская методика, то, о чем говорил выше, ключевая вещь. Без этого тоже никуда. Если мы эксперты, у нас признак эксперты, что у нас есть свой стиль. Никогда не торговаться. Ну, только ввысь. Есть технология, да, что человек даже больше заплатит. Это нормально. И не брать всех. Просто, если человек не подходит, вы говорите, слушайте, все классно, вот это условие, которое вы выявляете, оно не подходит по таким-то моим принципам. Он говорит, а, понял, понял, хорошо, готов на ваших условиях. И он будет рад. Потому что премиум клиенты рады, когда им говорят именно разумно, нормально, без наезда, объясняют им, где они неправы. Они же тоже любят какие-то манипуляции включать. Очень часто. Ты говоришь, так, секундочку, давайте с этого момента остановимся. Спрашивать и не рассказывать, задавать вопросы. Работать до результата. Очень важная часть. Это везде вообще работает. До результата, это когда ты говоришь, не процесс, мы там сделаем планировку, сделаем последовательность. Это вообще никому не интересно. Система никому не интересна. Люди просто смотрят, говорят, будет результат или нет. Мы самые простые продажи вообще были, когда я сказал, слушайте, я понял, что нужно, мы это сделаем. Он говорит, точно сделаем? Я говорю, точно. Хорошо. И все. Ни гарантий, ни кейсов, нигде ваши работы, ничего. Он просто на меня посмотрел и понял, что я сделаю. Гарантировать результат и всегда достигать его. Не брать чужую ответственность. Это то, что мы сегодня тоже обсуждали. Вот девушке Татьяна и Александра рассказывали по комплектации. Наш список, да, который есть. И мы это делаем. А что в списке нет, надо делать, пожалуйста, сами. Не то, что мы не хотим. Да нет, вот счет, давайте делаться. Почему нет? Не пытаться быть хорошим, пытаться быть правильным. Человек нам платит не чтобы выглядели мы как-то хорошо, ему выгодно заплатить. И надо продать ему идею, что ему выгодно заплатить. Вот мне платить супервыгодно. Просто я умножаю всегда и доход, и умножаю всегда результат. Клиент, ему просто это выгодно. И он понимает, что это не пустые слова, а я так мыслю, это моя концепция. И она транслируется везде. Абсолютно везде. Показать то, что самое правильное в виде мира. Вот люди покупают в виде не мира нашего. Как мы видим? Это вот опять отсылка к философии нашей. Потому что все остальное они понимают, как сделать. Особенно премиум. Им все понятно, как сделать. У них строители есть, дизайнеры, технологи. Им нужно что-то новое, необычное. Желательно то, что их мира тоже касается. Проявляться обязательно, конечно, не стесняться. Не теоретизировать, это касается многих дизайнеров, которые начинают вести в соцсети. Они начинают рассказывать, как надо. Еще один учебник по дизайну. Вообще, это бессмысленно, бесполезная история. Мы всегда пишем в копирайтинге одну простую вещь. Как я это делаю? Прямо сейчас. Как делают у меня клиенты? Как клиенты это делают? У них получается или не получается? То есть просто рассказ из жизни. Если внедрить это одно простое правило, то это проявление на 100 или на 200 или на 1000 процентов получается. Просто рассказываем истории, как я это делал. И все. Этого достаточно. Не надо никого учить. Иметь видение соответствующее для премиум клиентов, чтобы наш мозг и наш интеллект был под них тоже построен. Для этого, конечно, знать психологию, изучать, читать. Я каждый день учусь очень много. Читаю, изучаю, передаю знания. Это очень важная вещь. И бесплатная консультация, придумать, что у вас будет на бесплатной консультации. Потому что премиум клиенту мы продаем только на бесплатной консультации. Только. Никаких других способов. Нет и не нужно ни вам, ни ему. Тогда мы можем продать дороже. Гораздо дороже. 20, 30, 40, 50, 200 процентов. Потому что, когда человеку нравится, вспоминаем пункт, что ему не важно, сколько это стоит. Спасибо за внимание. Увидимся на стенде. И как это все сделать, мы сделаем на Ви-блоке. Кто планирует бизнес или заработок от 2 миллионов в месяц, приходите лично, сделаем его. Вместе с вами. На стенде я буду, книги также, ну и на премиум завтра Ви-блок. Узнаете один вопрос, и я отпускаю. Нет, я не оставил, я же систематизировал. У меня есть партнер, который занимается этой темой. Ну, отлично. Да. Хочешь подзяться? И я общаюсь с клиентом на уровне концепции всегда. То есть, моя задача сейчас вместе с ним пообщаться, придумать концепцию, придумать идею. Мы это все обсуждаем совместно. Вот. А реализацию партнер делает сильной, поэтому все окей. То есть, работа, я не знаю, ну, конечно, да, конечно, конечно. Друзья мои,